Доброе утро, доброе утро, воскресенье! Я не одна. Со мной Алена. Алена сейчас будет помогать снимать, а я вам сейчас буду показывать топ-3 упражнений, которые можно делать на детской площадке. Уже был пост о том, какую тренировочку можно выполнить на детской площадке, а сегодня мы разберем топ-3 классных упражнений, которые помогут нам укрепить ножки, мышцы грузей и сделать красивые ручки. Три упражнения и все, тело готово. Но помимо этого я, конечно, расскажу, что еще можно забабахать на детской площадке мамочкам. Поэтому, мамочки, дорогие мои, если вы начинаете рассказывать, у меня нет времени, я же там будет, я же мать, то вы же мать можете тренироваться, можете стройнеть, пока гуляете с вашим малышом или малышкой. Тоже без разницы. Пол не имеет значения для стройной мамы. Все, передаю Аленочке камеру и показывать сбегу. Так, первое упражнение, конечно же, нам в первую очередь важно проработать ножки. Все хотят, спасибо, ягодицы. Поэтому, что можно сделать? Зашагивание. Очень классно, очень удобно. Лестница всегда есть. Зашагиваем мы через пяточку колена в пределах стопы. Включается ягодица. Поднимаемся вверх, напрягаем ягодицу, опускаемся вниз. Не расслабляемся и падаем, да? Опускаемся плазмом. Поднимаемся, опускаемся. Забирайся. Есть свои нюансы, но тем не менее можно выполнять, да? Что еще хорошо? Удобно, что вы можете держаться. Спинку держим ровно. Выдох на подъеме, на усилии всегда у нас выдох. И 15 повторений делаем. Раз. Раз. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Пятнадцать повторений таким образом выполняем. Смотрите, если вы чувствуете переднюю поверхность бедра, это значит, что у вас коленочка выходит за носок, сильно вперед выводите колено, тогда включается передняя. Либо вы, когда поднимаетесь, вы давите не на пятку, а на носочек, тоже будет тогда включаться передняя поверхность. Наша задача с вами включить именно заднюю поверхность бедра. Давим на пятку, спинку ровно и четко вверх. Четыре подхода по 15 повторений на каждую ножку, вот. Будет все отлично. Что еще на ножке? Ну, так заодно скажу, здесь очень удобно, что вы можете держаться. То есть приседания для тех, кто только начинает. Вы можете придерживаться и отводить таз максимально назад, да? Обычно какая ошибка? Начинаем приседать, колени выходят вперед, включается передняя поверхность бедра, стабы работают неправильно, результата нет. Для того, чтобы научиться правильно приседать, вы можете измерчально придерживаться. Финку держим максимально вертикально. Опоры на пятки, таз уходит назад. И на выдохе поднимаемся. И поднимаемся. Таким образом учимся. Здесь же придерживаясь, можно поделать отведение. Либо фитнес-резиночки Академии фитнес-бикини берем, либо утяжелители на ножке, продаются они в спортивных магазинах. И работаем. Что теперь? Теперь мы переходим с вами к мышцам грузи. Что вы здесь можете сделать? Ну, уже получается не топ-3 упражнения. Топ, я не знаю, сколько упражнений. Но я вам основные моменты все равно расскажу. Хочу дать побольше интересного. Отжимания. Чтобы была красивая грузь, мы можем поотжиматься. Отжиматься от пола девочкам, особенно неподготовленным тяжело. Да и подготовленным тяжело. Если вы новичок на детской площадке, вы можете совершенно спокойно поотжиматься. Работать мышцы грузи. Ручки должны быть широко. Локти расходятся в стороны. И на выдохе. Раз. Два. Когда опускаемся, мы не расслабляемся. То есть не падаем вниз. Нет, плавно опускаемся. И на выдохе выпрямляем ручки. Это мышцы грузи. Теперь отжимания на руки. Чтобы были красивые ручки. Отжимаемся. Смотрите, если ножки сделать прямыми, будет сложнее. Если ножки согнуть, будет попроще. Контролируйте нагрузку по себе. И опускаемся, сгибаем локти. Выправляем. И на выдохе. Два. Три. Отпускаем. Таким образом у нас обматываются ручки. У кого здесь что болтается, у кого здесь что не крепко. Вот это упражнение, это для вас. Все на этом. Всем бодрого утра. Всем классного воскресенья. Всем классной следующей рабочей недели. Не забываем, что совсем скоро у нас стартует фитнес-старт. Это для новичков. Для мамочек. И не только для мамочек. И для всех, кто хочет начать правильно питаться, тренироваться. Сегодня еще действует скидочка 50-50%. И скоро что у нас еще стартует, Елена, я уже забыла. Кето. Кето точно. 2 числа, 2 октября у нас уже стартует кето-марафон. Это вообще моя любовь. Я сама сейчас на правильном питании. Но периодически я возвращаюсь на кето, потому что это очень вкусно и очень круто горит жирок на кето. Именно жирок. Уходит отечность, уходит жуткий аппетит. Хотя как сладко у меня срывы, то есть кето, это когда вы вкусно едите, не срываетесь, не испытываете адового голода. И при этом очень интенсивно худеете. И очень классно сливается вода, уходит целлюлит. Из-за этого кожа становится более ровненькой, потянутой. Поэтому на кето всех приглашаю. Скоро. Сейчас места еще есть. Есть же еще места? 2? Да ладно. Вот так вот. Пишите, хочу на кето. Все, дорогие мои. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok